Послание к римлянам, глава девятая Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети суть дети Божие, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исаава возненавидел. Что же, скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою, и чтобы проповедно было имя Мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле Его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему Его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над теми, которых Он призвал, не только из иудеев, но и из язычников. Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную, и на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого. А Исаия провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И, как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гаморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень приткновения, как написано, вот, полагаю, все они камень приткновения и камень соблазна, но всякий, верующий в него, не постыдится.